Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гея, мы сегодня мы играем в криминалочку на серии Мазин Холиплей, первый серый, у них здесь Кирилл Путбуль, и так пацаны, сегодня будет необычное видео, но очень даже важное, поэтому прошу всех обязательно досмотреть его до конца. Это будет затронуто несколько тем, но я думаю начнем сейчас с самого главного. Я думаю вы все знаете такого человека как Артур Ласточка, это тот подписчик, которому я подарил машину, в принципе на серию, кто не смотрел можете найти эту серию на канале, она довольно-таки недавно выходила, я этого человека знал 5 дней. И сегодня произошла очень неприятная ситуация, а именно то, что Артур обманул моего подписчика на 800 тысяч, все пруфы я конечно же предоставлю, вы будете видеть все скриншоты, пруфы на экранах. Давайте расскажу все по порядку, как было, мне написал подписчик в ВК, в принципе, то что Артур его обманул на 800 тысяч, и скинул мне все пруфы, то есть скриншоты, и он кинул на него жалобу. В это время я был с Артуром в скайпе, и просто сбросил его, написал ему в ВК то, что типа ББ, в принципе, типа, что так делать нельзя, что друзья на ёпчки мне не нужны. Что он ответил, вы сейчас в принципе услышите. Ну ладно, удачи. Только я в РП чат это писал, а если б я писал Б, то тогда другое дело. По его ответу понятно, что он не понимает того, что он сделал, то что, блядь, это неправильно, я просто ненавижу людей, которые обманывают людей, других. Это просто такие люди, реально, просто их убить мало. В итоге, как обманул Артур, моего подписчика, он попросил у него сначала денег в долг, по-моему, он ему передал 400 тысяч, и потом он продал свою сим-карту ему за 400 тысяч. Говорил, что типа вернет, вроде бы как, но в итоге Артур пошел и слил его деньги в казино. В принципе, ничего необычного в этом нету. Почему, сейчас расскажу. Как вы, думаю, помните, я подарил ему Ланцер. Ланцер подарил ему в полном тюнинге на красивых номерах. Что же он с ним сделал? Он просто в первый же день слил его в гос и проиграл все деньги в казино. Я считаю, это уже, в принципе, плохой признак человека, потому что, блин, тебе подарили машину, не прошло и 10 часов, он уже слил ее в гос и проиграл деньги в казино. Но до этого я его вообще не знал, просто мы с ним переписывали все эти дальнобойщиков, там он меня гнал, мы с ним поговорили и как-то сдружились. И, блин, не знаю, я ему как бы поверил, думал нормальный чувак, я ему решил подарить машину, потому что у него ничего не было. Он просто катал на дальнобойщика, качал свой скилл, и я решил ему подарить машину. Ну, я ее ему и подарил, но, блин, видимо, такой человек гнилой просто, что взял, слил в гос и проиграл деньги в казино. Я, когда узнал об этом, был очень расстроен. Ну, ладно, в принципе, было и было, но то, что он обманул моего подписчика, это уже ни в какие рамки не лезет. Это реально, сука, пидорас. Серьезно, по-другому я называть не могу этого человека. Ладно, он мог обмануть меня, хер с ним, но обмануть моего подписчика, это уже реально перебор просто. Почему вообще подписчик ему одолжил денег? Почему он поверил? Потому что он записывал со мной ролики, он, пацаны, со мной играл, и мой подписчик подумал, что это мой друг, ему можно доверять. И он решил чисто под аборте ему одолжить денег. Он ему одолжил 400 тысяч, и тот еще ему кинул симку свою за 400 тысяч. Просто никакая симка там вообще. И просто обманул его. И проиграл его деньги в казино, блядь. Каким нужно быть мудаком, чтобы так поступить, серьезно. Я таких людей, как он, просто сразу отсекаю. Просто в ЧС. Просто иди нахуй сразу, и все. Потому что с такими людьми сюсюкаться не нужно. Потому что, если он сделал раз, он сделает и второй раз. Это не единичный случай, он хотел еще обмануть моего подписчика. Это Максим Путбуль. Мы ему добавили немного денег на машину. В итоге, потом, Артур пошел в казино, предлагал деньги. И потом вымогал из моего подписчика деньги. Говорил, типа, продай машину и отдай мне деньги. Я сразу написал подписчику, типа, что вот так. Не слушай его, ничего ему не отдавай. Я думаю, ладно, с кем не бывает. Но я его, короче, простил, да. Я ему вообще об этом даже не говорил, что я об этом знал. Просто, так сказать, забыл об этом. Но то, что он сделал вот недавно, он это сделал, получается, сегодня. Сегодня у нас, давайте покажу какое число. Пятое число сегодня у нас. И он обманул подписчика. Он мне об этом вообще ничего не говорил, что ему кто-то одолжил денег. Вообще ни слова об этом не было сказано. Он говорит, типа, я вот заработал 700 тысяч, сейчас пойду в казино. В итоге он эти деньги слил. Сливал он деньги постоянно. Он просто заходит реально, зарабатывает деньги на лямбойщиках, качает уровень. Тем самым, в принципе. И просто, когда зарабатывает там 150-300 тысяч, сразу идет в казино. Да, он там поднимался со 150 тысяч до 1,6. Но у него нету кнопки стоп, он просто все сливает. Я с ним играл на протяжении 5 дней. И он просто постоянно зарабатывал. И за все время он слил лямбок, наверное, 12-15. Понимаете? Просто я не понимаю, как таким можно быть. У тебя нету ни квартиры, ни машины, ничего. Ты просто реально сутками работаешь. Ну, грубо говоря, там постоянно работаешь. И просто эти деньги сливаешь в казино. Я таких людей серьезно не понимаю. Это реально человек какой-то зависимый от казино. Ему говоришь, типа, не играй. Он просто никого не слушает, реально. Просто никого не слушает. Он копил эти все 5 дней на Ямаху, в принципе. Он накопил на нее. Он накопил 1,6. Но я ему говорил, типа, купи салона и все. Но он хотел, типа, купить салон и прочиповать. В итоге он пошел в казино и все слил. Просто он в день зарабатывал по 5 раз, там, по 300 тысяч и так далее. И просто постоянно эти деньги сливал. Ну, я думаю, сейчас он тоже делает то же самое. Ладно, на это пофиг. Ладно, проигрывает он свои деньги. Это его право. Но обмануть подписчика, чтобы подняться в казино, якобы. Ладно, если бы он поднялся в казино и вернул бы ему эти деньги. Но он просто слил и послал подписчика куда подальше. Вот и все. Мне реально жалко подписчика. Потому что он зарабатывал эти деньги 3 месяца. Он копил на Ланцер. На Митсубиши Ланцер он копил. И просто чувак... То есть Артур у него попросил денег в долг. Типа обманул его и просорил его деньги. Подписчик просто хотел уйти с сервера. Но я, недолго думая, написал ему, что я ему верну эти деньги. Почему я это сделаю? Потому что, ну, грубо говоря, это моя вина. Потому что человек видел, что я играю с ним. И он думал, что это мой друг. Ему можно доверять. На будущее скажу, пацаны. Если я с кем-то играю, снимаю. Не значит, что это мой друг. Ему можно верить. Можно верить только мне. Потому что я не обману никого. Никогда на имущество не обманывал. Меня обманывали, конечно, на имущество. Но я никого не обманывал. И обманывать не буду. Так что, если вы видите, что я с кем-то играю. Кто-то у меня новый появился, друг какой-то. Не верьте ему. Просто не верьте. Если просит денег, просто морожьтесь. Либо шелите куда подальше. Так, я не говорил. Я написал подписчику, короче, что я ему верну эти деньги. Потому что он собирался учить с проекта. Поэтому я решил ему отдать денег. Потому что, ну, маленькая вина в этом моя тоже есть, что его обманули. Конечно, это глупо может. С другой стороны, типа, блин, зачем ты ему будешь отдавать деньги? Он сам виноват и так далее. Но мне реально его жалко, в принципе. Поэтому я сейчас сниму 1 миллион. Почему 1 миллион? Я просто ему дам 1 миллион. Потому что он хочет купить ланцер. И, так сказать, немного компенсации ему. 200 тысяч накину. Чтобы он просто купил эту машину. И играл в свое удовольствие. Потому что мне реально жалко пацана. Поэтому сейчас я ему напишу. И мы с ним встретимся. Я ему отдам миллион. Так, все. Я списался с подписчиком ВК. Он сейчас должен приехать на базу дальнобойщиков. И мы его здесь заберем. Вот я еще с ним списался. Вот Эдвард Пробулли. Если что, у него ник 2L. Вот, видите, теперь у него номер Артура. Потому что Артур продал ему свой номер за 400 тысяч. Сейчас его подождем. И поедем ему отдадим деньги. Так, мне написал подписчик. То, что он не будет на базу заезжать. А он едет на разгрузку. 24 на 7 раз за масса. Хорошо, сейчас к нему подъедем. Но, блин, надо будет ему фуру. Как бы. Выйти из фуры. Сесть ко мне. И мы поедем в банки. Я сниму деньги. Заодно, может, что-то у него спросим. Ну, видите, он как бы не расстроился. Он продолжает дальше работать. Дальнобой. Качает скилл. Вообще красавчик. Серьезно. Давай сейчас доедем к нему. И продолжим уже. Так. Вот он. Короче, садись ко мне. Так. Напишем ему. Унрент. А, окей. Все так. Пусть садится ко мне. В принципе, сейчас заедем до банка. Я ему при вас просто дам деньги. Если что, пацаны, это не постанова. Можете тему написать. Не знаю там. Потому что пруфы я все предоставил. Не знаю, если вы будете писать, что это типа постанова. Это чисто для контента, пацаны. Но это не так. Я не такой человек. Я такого делать точно не буду. Реально она красива. Кстати, да. Мне Феррари больше нравятся, чем Ламбо. Я не знаю. Ну, серьезно. Феррари как-то очень круто выглядит. Поэтому. Так. Жди тут. Жди тут. Так. Я еще его. Так. Сейчас я потом его приму в семью еще. Правда, у него девятый уровень. Но для него я сделаю исключение чисто. Потому что, ну, пацан вроде бы как нормальный. Поэтому я его приму. Даже из-за того, что у него маленький уровень. Ничего страшного. Думаю, в этом не будет. Да, я сейчас сниму деньги с общака, пацаны. Потому что у меня, вот, мои все деньги. Деньги надо ему отдать обязательно. Но бизнес пока что несет нормальную прибыль. Я так просто вам покажу. Блин. Спалил кое-что. Ну, ладно. Вот, короче. Поэтому. Хотя давайте, ладно. Снимите деньги, короче. Так. Баланс бизнеса. Бизнес семьи. Так. 145. 705. Так. Все. Мы сняли эти деньги. Да. Вообще-то они сразу идут. Все. Теперь нужно нам снять деньги. Так. Взять деньги. 1 миллион. Сейчас ему просто передам 1 миллион. Так. Выключаем чат. Сейчас будет много вопросов. Зачем? Почему? В серии, короче, все узнаете, пацаны. Не буду писать в чат, из-за чего это. Кстати. Это сейчас будет не конец видео. Потому что будет еще одна важная тема. Про которую мне нужно с вами поговорить. Все. Давайте отъедем. Я ему передам деньги. В принципе. Так. Давайте примем его в Фому. 154. Так. Что я команду не правильно написал? А. Вот. Все правильно. Да. Все. Сейчас передадим ему 1 миллион. В принципе. Ну. И отправим его дальше работать. Либо что он там захочет сделать. Я не знаю. Так. Давайте пай. 154. 50 тысяч. Давайте передаем ему. Пусть он собирает. Так. Давай. 1 миллион ему передадим. В принципе. Да. Я должен ему. Ну. Не я должен. Вообще. Ему надо 800 тысяч дать. Но. Он хочет купить ланцер себе. Потому что. Ну. Как бы. Почему бы ему не дать. Компенсацию такую небольшую. Чтобы он сразу сейчас купил себе. Машину новую. Так. Давай. 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 Принимай. Принимай. Так. Давайте еще. Еще 3 раза. Да. Или сколько. Так. Вы передали. Ага. Так. Еще раз. И последний раз. Еще один раз. Так. Все. Давайте тайм сделаем. Вот. Теперь. Ты сможешь. Купить. Себе машину. Куда. Тебя. Подвезти. Давайте его подвезем. И мы уже дальше продолжим. Рассматривать. Следующую тему. Тоже очень важную. Вот. Сейчас мы подвозим. Он попросил подвезти его на базу дальнобойщика. Говорит. Сейчас еще 80 тысяч. Подкупит. И купит себе ланцер. Так. Давайте написать. Удачи тебе. Когда видос. Скоро. Скоро видос. Дружище. Он не знает что я снимаю. Но. Для него это будет. Может приятным таким сюрпризом. Поэтому. Ты мой спаситель. Все. Короче. Поехали. Будем разорвать теперь на. Тоже очень важную тему. Так. Вторая тема. Тоже очень важная. Связана с тем. Что. В фаме происходит. Последнее время. Полный срач. Что я имею ввиду. То что. Правила никто не соблюдает. Кто не знал. У нас в фаме есть правила. Там по моему 9 пунктов. Я сейчас скриншот ставлю. Вы увидите. Какие там правила. И. Блин. Никто их не соблюдает. Происходит полный срач. Когда меня нету. Заместителей никто не слушает. И не уважает. Это очень даже неправильно. Меня серьезно. Это уже начинает бесить. И я задумываюсь над тем. Чтобы сделать перезагрузку фаме. Что я имею ввиду. То есть. Всех уволить. И потом по заявкам. Уже. Принимать людей в фаму. Буду принимать тех. Кто выучит правила семьи. И тот кто. Будет. Ну. Сдаст РП термины. Да. Это не фракция пацаны. Но. А что делать. Вы не слушаетесь. Понимаете. Я не говорю то. Что вы должны делать. Там все что я скажу. Но вы должны уважать меня. Должны уважать заместителей. В конце концов. Вы должны уважать друг друга. А у вас просто происходит полный срач. Каждый сам за себя. И как бы family это в переводе значит семья. А у нас почему-то ни хрена не семья. И это меня очень огорчает. Реально очень огорчает просто. Я не говорю за то. Что там нужно деньги ложить. Нужно там. Блин. Не знаю. Друг друга там возить. В долгу там быть. И так далее. Я хочу элементарного. Того чтобы. В чате не было срача. Чтобы каждый. Уважал друг друга. И чтобы. Мы были дружными. Я не знаю как этого достичь. В принципе. Можете писать свои предложения в комментариях. Но я. Пока что думаю провести беседу. Серьезную. Расставить все точки. Объяснить. Правила для тех кто не знает. Возможно. Попросить вас выучить эти правила. И тогда уже решим. Либо остается как сейчас есть. То есть. Вы. Меня послушайте. Мы. Станем дружной семьей. Как бы. Не будем никого оскорблять. Будем друг друга уважать. И так далее. Либо. Просто я. Делаю. Перезагрузку Фомы. Фоме у нас сейчас. Даже я честно не помню сколько людей. Фоме у нас сейчас. 166 человек. Ну. Половина из них конечно же не активит. Надо будет. Это будет почистить обязательно. Мы сейчас по моему на втором месте. Но серьезно. Пацаны. Я готов пожертвовать. Топом. Ради того что у нас была дружная. Нормальная Фома. Ради этого я готов пожертвовать топом. Даже если мы вообще не будем. Вот этой таблице. В этом топе семей. Но у нас будет дружная. Хорошая. Фома. То я готов пожертвовать топом. Серьезно. Лучше у нас будет фомей. 20-30 человек. Но мы будем дружные. Мы будем друг друга уважать. Друг другу помогать. Друг друга не оскорблять. Вот так будет заебись. Серьезно. Я вот попробую провести беседу. Потому что реально. Когда я в игре. Да. Все нормально. Никто там не ссорится особо. Все там нормально общаются. Но когда меня нету в игре. Просто начинается полный срач. Заместителей никто вообще. Не уважает. Не слушает. Мне скидывают скрины. И просто блин. Я в шоке. Я серьезно в шоке. Потому что. Многие там пишут. Типа. Вот. Я создал фому ради денег. В итоге. Я все солью. И заберу себе деньги. Блин. Как же это глупо. Просто звучит. Зачем. Я. Сливал свою аптеку в гос. Зачем. Ваня. То есть. Джонни Прайд. Сливал монстр в гос. И так далее. Чтобы купить особняк. Зачем вообще был куплен особняк. Потому что. Я хотел лучше для вас сделать. Я просто увидел. Что мы выбились в топ. И блин. Думаю. Нам нужен особняк. Реально. Я решил. Что нам нужен особняк. Я пожертвовал своим бизнесом. Ваня пожертвовал своим машинами. Просто. Ваня. Продал все. Отдал все деньги. Так само как и я. Чтобы купить. Специально особняк для Фомы. И блин. Вы. Реально. Этого не цените. Вы просто. Срач устраиваете. Когда меня нету. Даже когда есть. Тоже срач бывает. Но не такой сильный. Когда меня нету. Вы просто творите все что угодно. И на правила всем наплевать. Для тех хубников. Кто говорит. Что я это все сделал для того. Чтобы навариться на вас. Слить все. И забрать себе деньги. Вы просто. Реально. Глупые люди. Я бы вкладывал. Я вложил. Примерно. Ну. Лямов. Неро 30. 40. В Фому. Вы понимаете. Я просто. Все отдавал. Фоме. Да. Вон. Я бизнес продал. И купил себе пару машин. Я в первую очередь. Сначала купил. М5. Р8. В Фому. А уже потом. Думал про себя. Да. Я купил себе. Три новых машины. Ну. Блин. Я продал бизнес. И. Я захотел себе. Купить новые машины. Но. Я про Фому. Тоже не забыл. Я улучшил бизнес. Я положил в общак. По-моему. 2 миллиона. Как бы. Блин. Я тоже про Фому. Не забываю. Я все. Ради Фомы. Делаю. Для Фомы. Для вас. Кто в моей Фоме. Я сейчас. Ни в коем случае. Не знаю. Я просто вам говорю. Как есть. Кто нормальный человек. Тот поймет. И досмотрит видео до конца. И так далее. И поставьте обязательно лайк. Пацаны. Потому что. Активность как-то. Как-то упала. И это очень печально. Потому что. Я стараюсь для вас. Вон. Недавно вышло видео. Перед этим. Про рыбалку. Я очень старался. Сделал информативным. Но. Что-то он не очень зашел. Этот видос. Так. Я еще не закончил. Да. Насчет. Того. Что. Типа. Я все солью. Заберу себе деньги. Понимаете. Даже если. Это было так. Хотя. Это не так. Это невыгодно. Понимаете. Вот. Я купил. Фому машины. Да. У нас там автопарк. Сейчас. Ну. Примерно. Лямов. 20-25. Так. Убрали транспортом. Вот. Наши машины. Кто не в курсе. Вот. У нас где-то автопарк. На 20-25 миллионов. Может. Чуть меньше. Чуть. Может. Чуть больше. Точно сказать не могу. Сейчас не буду считать. Как бы. Машины покупаются. По той же стоимости. Что вот о салоне. Когда вы их сливаете. Пацаны. Я вон. Покупал. По-моему. Ламбу. Точнее. Ламбу. М2. Помните. За 3,5 миллиона. Ее продал. Мне дали всего лишь там. 2 миллиона с чем-то. Просто минус миллион. Понимаете. Это было бы невыгодно. Понимаете. Я садюсь сейчас из машины. Денег будет. В половину меньше. За сколько я их и покупал. Это очень невыгодно. Кстати. У меня хотели купить особняк. Хотели купить особняк. За 50 миллионов. Но я не продаю особняк. Если что. Я не хотел его продавать. Даже мысли об этом не было. Да. Типа дороже. На 20 миллионов. Чем я его купил. Но все же. Блин. Я специально покупал особняк для Фомы. Я на машинах Фомы даже не езжу. Все специально для вас куплено. Чтобы вы ездили. Чтобы вам было комфортно. И так далее. Чтобы вы могли жить в особняке. Чтобы вы могли передвигаться. И так далее. А вы блин. Такой срач устраиваете. Просто. Я не понимаю. Все для вас делается. А вы просто друг друга грызете. На особняк. На машины. На вас было потрачено. Очень много денег. Почему на вас? Потому что все это делалось для Фомы. Именно для вас. Кто у нас в семье. Не я. Не Джонни. То есть. Ну. Не я. Не Ваня. Мы на этих машинах вообще не ездим. Покупается все исключительно для вас. И в дальнейшем мы тоже планируем купить. Там Е63 мы сейчас на него купим. Ну. Блин. Пока что. Конечно. Если бы не сегодняшняя проблемка. С тем. Что Артур обманул человека. То сейчас бы. На миллион было бы больше. И накопить было бы проще. Все. Все надежды сейчас на бизнес. Семейный. Потому что он несет. Ну. Нормальную такую прибыль. В принципе. Да. И все надежды пока что на него. Я хочу купить Е63 Фому. В принципе. Не знаю. Место чего. Либо купить два крузака. Вместо волчков. Волчки стоят по 2 миллиона. То есть. Нам нужно. Как минимум. Нужно 4 миллиона. Чтобы купить два крузака. Вместо волчков. Я думаю. Это тоже будет круто. Ну. Либо. Копить уже на Е63. Хотя. Блин. Мне кажется. Было бы лучше. Купить два крузака. Вместо. Мерседеса. Ну. Ладно. Будем думать. Копить. В принципе. Вот такой вот был. Пацаны. Разговорный видосик. Кто досмотрел до этого момента. Вы просто красавчики. Но от вас. Не знаю. Я хочу поддержку. Поставьте. Брата. Этому видео лайк. Для того. Чтобы. Ну. Меня. Как бы. Порадовать тем. Что. Я снимаю это все не зря. Ну. И. Я надеюсь. Что. Как можно больше людей. Увидит это видео. И Артур. Больше никого не обманет. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И. Всем пока пока. Субтитры сделал DimaTorzok